Интимные признания от руководства альтернативы для Германии. Кандидат на пост канцлера от АДГ Алиса Вайдель призналась в собственной гомосексуальной ориентации. Вернее, что Вайдель-лесбиянка была известна и ранее. Первая совместная фото депутаты и ее партнерши появилась около полугода назад. Чем вызван внезапный предвыборный каминг-аут, выяснила моя коллега Елена Астанина. Признание, которое раньше легко бы стоило политической карьеры. Алиса Вайдель, кандидат в депутаты Бундестага от Альтернативы для Германии, во время очередного предвыборного ралли гордо заявила со сцены. Да, я лесбиянка. Вайдель по факту просто процитировала Википедию. На ее персональной странице указано даже имя ее партнера. Это Сара Боссард. 35-летняя кинопродюсер, швейцарка с индийскими корнями. Мы с моим партнером вместе воспитываем двоих детей. И кто-то из вас уже знает то, что я сейчас собираюсь сказать. А кто-то впервые услышит об этом. Я лесбиянка. Я специально подождала вашей реакции на это заявление. Но, как видно, никто не решил после моих слов встать и уйти. Что, конечно, удивляет, так как альтернатива для Германии – гомофобная партия. По крайней мере, я читаю об этом каждый день. Получить дополнительные голоса от представителей ЛГБТ-сообщества и была, похоже, главная идея этого публичного заявления Вайдель. Посудите сами. До этого праворадикальный политик старалась избегать разговоров с журналистами о своей личной жизни. Да и первое совместное фото с партнером – с боссард Вайдель живет в зарегистрированном партнерстве – появилось лишь полгода назад. А вот к самой партии, точнее, к уровню ее толерантности по отношению к ЛГБТ-сообществу, действительно было много вопросов. Когда Бундестаг, к примеру, летом этого года легализовал однополые браки, АДГ одними из первых выступили против, а после еще и собирались через суд оспаривать этот закон. Да и судьба предвыборной рекламы партии – мир у альтернативы исключительно гетеросексуальный. Между 1762 и 1860 годами российские немцы уехали в Россию и жили там по немецким традициям. С 1990 года мы наконец-то начали возвращаться домой. Мы сохранили немецкий язык и культуру и хотели наконец-то иметь возможность быть немцами. Наконец-то жить в соответствии с христианскими ценностями, которые нам были запрещены и при социализме, и в некоторых исламских советских республиках. И что мы нашли? Наших детей принуждают изучать секс, однополые браки и гей-парады, серб с молотом на красных предвыборных плакатах, черные люди в паранже, толерантность ко всем, кроме нас, желающих быть немцами. В политическом истеблишменте лесбиянка Вайдель никого своей ориентацией не удивит. За последние несколько лет главы пяти федеральных земель были открытыми геями. А в Бундестаге все до сих пор помнят о Гиде Вестервелле, бывшем министре иностранных дел Германии. Да и нынешняя министр экологии Барбара Хендрикс тоже открытая лесбиянка. А вот политическая ориентация и альтернатива для Германии явно нарушит сложившиеся традиции немецкого парламента. Со времен окончания Второй мировой войны в Бундестаге не было представителей право-радикальных партий. Елена Астань нам РТВД. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова